Кстати, были какие-то моменты, за которые было стыдно, когда ты, например, пересматривал проект? Все там показали так, как... Я такой человек, что мне никогда ни за что не стыдно. Лучше сделать, чем не сделать в плане всего. А что может быть стыдного? Я показал себя таким, какой я есть. Что мне стыдиться? Если, ну, я захотел так сделать, каждый из нас так сделает. То есть, вот. И, нет, ну, есть люди, конечно, которые нерешительные, чуть-чуть опасливые. То есть, нет, я такой, аж в чем жалеть? Я был с самим собой на проекте, и мне очень, на самом деле, много людей говорит, даже, когда со мной знакомятся, не просто там подойти сфоткаться, а чисто случайно знакомятся, как-то завязываются у нас какой-то малейшее... Общение все сразу говорят, Денис, ты какой был проводницей Шура на телевизоре, ты такой же в жизни. Ну, и это еще раз заказывает, то, что, а за что может быть стыдно, если я такой, какой я есть? То есть, на камеру не приходилось играть? Нет. Некоторые участники, например, могут? Конечно. Некоторые участники тоже, кто-то набирает вес, кто-то, наоборот, худеет. У тебя как было на проекте? На проекте я не могу сказать, что я набирал, я скидывал. То есть, у меня, я на самом деле ни с толстею, ни худею. Я всегда в одной массе, то есть, но в Киеве поправился на 6 килограмм, когда я переехал. У меня мама такая говорит, Денис, я думала, что ты станешь селедкой в Киеве, потому что у меня нету, кто борщи будет тебе готовить. Ну, мама очень сильно за это переживала, типа, как я буду тут кушать. А я приезжаю, мама говорит, Денис, а все нормально? Ну, типа, да, в Киеве я чуть-чуть поднабрал, чуть-чуть им партер делать свои дела, вот. Ну, покушать, всем вкусно любим. Вот, и, понятное дело, сейчас чуть-чуть, я так, ну, фу, не дай бог еще больше вышел, нет. Это же уже не проводница Шура будет, это же проводница Зина будет с 6 вагона. Сколько проводница Шура должна весить? Ой, проводница Шура не должна выходить максимум 64. А сейчас сколько? Не надо. Чуть-чуть больше, но вообще не... Фу! Не надо в этом говорить, ух, я ж модель. То есть, диета, да, сейчас такая? Нет, диеты у меня нету никогда, просто я, если я понимаю, что мне уже как-то некомфортно, то я чуть-чуть меньше стараюсь есть, вот это диет. Я ем там все, что подряд, все, что... Ну, ничего, нет, у меня правильных питаний нет, я хочу, я галенебал... О, господи, я галенебалована. А спорт есть в жизни? Да, вообще, до проекта я ходил в зал, я сидел на спортпитании, то есть, все это, да, классно, но после проекта нет, просто на это нет времени, на самом деле. Вот, и очень хочу, ну, просто физически, я понимаю, что я... Да, я сейчас отдам за башляпу. Все думают, что после проекта жизнь такая сладкая, прекрасная, там, денег вайлом, бартеры, рекламу, упаковка, все вот так вот идет. Нет, на самом деле тяжело жить одному, тем более я понимаю, что у тебя квартира, еда, то есть проезд. Боже, какой дорогой в Киеве проезд, боже, ужас, так, кто там вэр, пожалуйста, поднесет. Вот, этот, и на самом деле, не так все просто, как кажется, вот на экране телевизора, вот, и я уже, боже, забыл мысль, о чем мы говорили, господи, это же же старость, ужас. Я уже сам забыл. Ну, короче, же прекрасно, дальше. Ну, вообще тебе нравится, да, образ, который создали на проекте? Вот этот самый глупейший вопрос, который задают мне все время, а ты не хочешь там стрижку поменять, или тебе нравится твой образ? Ребята, отвечаю, первый, не, не первый, но последний раз. Это уже дошло до КПИ в Украине, то есть, тут это уже, это уже сюда дошло. То есть, если бы мне не нравился мой образ, я бы поменял бы, я бы перекрасился в другой бы свет, я бы состриг, отрастил волос, поменял бы стрижку, все. Но, если я хожу, это же меня никто принудительно не заставляет в этом образе ходить. Если мне он нравится, то, значит, я так хожу. Если не нравится, я бы его поменял бы. Логику, причем. Кстати, ты говорил, что фотосессия, ты был женихом, тебе сложнее всего было. Правда? Не фотосессия, а дефиле. Дефиле, да. Да, свадьба, потому что, во-первых, нужно было испытать те эмоции, когда ты реально идешь под венец, ты идешь с любимым человеком. То есть, на самом деле, это непросто. Вот, да. И тем более, ладно, это съемка еще, но когда дефиле, и ты должен... То есть, съемка, объясняю. Ты, например, фиксируешься, и как-то можно словить эмоцию. А дефиле ты должен и пластикой тела показать, то есть, и эмоциями, или всем ты должен показать, что реально ты идешь под венец. И вот это было сложновато, осознание того, что Юля моя невеста, я в костюме жениха, и издавать настоящие, трезвые, не фальшивые, самое главное, эмоции. Какой-то звездной болезни не было после проекта? Как ты думаешь, какой-то был такой период? Был период, на самом деле, когда я вылетел со съемок проекта. Не когда пошли эфиры, а когда я вылетел со съемок проекта, было чуть-чуть вот именно... Ну, это больше, это даже не звездная болезнь, это эйфоретик, что ты там побывал. То есть, ты не можешь об этом еще всем говорить. Этого все не знают. Есть какая-то вот эта вот конфессиальность, засекреченность, то есть, и вот тут было чуть-чуть такое... Ай, боже, всем хочется рассказать, растрепать, ты участник такой модели по-украински, все дела. А вот когда уже вышли эфиры, когда, ну, я на самом деле думаю, что это сложнее, типа. А так, ну, вышли эфиры, да. Ну, подписчики, да. Жизнь поменялась, да. Но это спокойно, на самом деле, переносится. Нету вот этого... Вот этого не-не-не. Да. Кстати, в Инстаграме есть реклама? Зарабатываешь? Да, конечно. Ну, хочу. Много предложений? Да, на самом деле много предложений, но я очень фильтрую. Вот. Фильтрую предложения какие-то там, особенно аромасвечки, мне нравится очень сильно по бартеру. Вот там носки всякие разные. Ну, не из-за того, ну, не из-за того, что как образование мы сожрались, но все равно надо понимать, что ты рекламируешь. Как бы все равно нас, как у меня раньше, это было понимание, там даже те же, прошлый сезон, там, Стоун, Самвел, там, Сосновский, из прошлых там гребень. Ну, то есть все вот эти вот, когда ты еще вообще не мог понимать, что ты такой же будешь, как они. Вот, в такой же ситуации или в таком же этом. И ты все равно брал пример, типа, ты смотрел, что они. Ну, то есть я следил очень сильно за всеми участниками, в основном, процентов 90 за всеми участниками всех сезонов. Вот. И, ну, тут, понятное дело, что нужно, как бы, ну, тебя очень много людей смотрят, и ты становишься каким-то примером, каким-то примером подражания или еще чего-то для таких же людей, как мы были раньше. То есть еще не были, не бывшие участниками такого проекта. Вот. И, ну, нужно понимать, что люди должны видеть трезвость, пример, то есть еще что-то. Ну, короче, заговорился. И вообще, какие советы от эксперта больше всего запомнились? Ой, было на самом деле очень много, и каждый совет, ты его не запоминаешь, а просто, знаете, вот, когда строится дом, ты ложишь кирпич, а потом ты ложишь цемент. Потом опять кирпич, цемент, кирпич, цемент. И вот, вот эти вот советы, это просто вот подкрепление, это как цемент. Это вот подкрепление вот этих кирпичиков, которые были до проекта, во время проекта. То есть вот эти вот какие-то знания, но советы вот именно экспертов, это вот как цемент. То есть ты не запоминаешь, для тебя это не именно какой-то вот, как там Амар Хаям сказал, и все 7 миллиардов, которые живут на планете Земля, это помнят. Нет, ты просто так как бы, вот это вот может быть они и, ну то есть сравнить Дениса Ковалева до проекта и сейчас проводницу Шуру, то есть, ну это два разнейших человека, даже просто визуально. Вот посмотреть. И, а вот тут этот вообще так тем более, и вот это вот, видно вот этот вот цементик, вот это то, что поддавали эксперты, подсказывали. Вот это вот, ты не запомнил это, но оно тебя меняло, оно тебе подсказывало, оно тебе вот так вот как-то. И на самом деле эксперты очень много внимания нам уделяли и в кадре, и за кадром, то есть очень много советов, именно правильных жизненных, как говорится, и там на личные темы, и по моделингу, то есть по всему. На самом деле это нереальныйший опыт познакомиться с такими людьми, то есть поставить рядом с Косармичевой, просто когда ее пишут интервью с ней, ее собирают, там чешут, она сидит в телефоне. И ты подходишь, здрасте, Анечка, там, типа, ну, типа, какой-то вот именно уже закадровый момент, то есть, ну, просто как в жизни, как, ну, там, со знакомой ты общаешься, как с маминой сестрой какой-то, вот. И, ну, это очень на самом деле круто и оказывается классно, и из этого я всем говорю, идите на этот проект. Если у вас есть мечта всегда, даже не проект, а вот все, что вы хотите, главное не сидеть дома на диване, вот это вот самое главное. Надо все равно чуть-чуть где-то, что-то, этот, но если вы хотите идти на проект, идите обязательно, как бы не было бы сложно, вы думали, боже мой, то это же, ну, как это могут выбрать меня. Самый часто задаваемый сам себе вопрос, когда ты проходишь тридцатку, во-первых, ты находишься как в вакууме в состоянии, и быстро задается вопрос, а почему именно я? Не нужно задавать, на самом деле, эти вопросы. На него уже есть ответ, я в тридцатке, значит, ну, типа, значит, ты, а не кто-то другой, вот. И если есть желание, если у вас есть, там, мечта попасть на любой даже проект, идите, кто стучится, тот всегда откроет, на самом деле. Кто хочет, тот всегда добьется, и это не зря все сказано, оно доказано, вот, даже просто на моем личном примере, вот. Того даже, вот, полгода или сколько, там, со съемок, с марта месяца начали съемки, даже в феврале, того не подозревая, пройду ли я в 200, мне позвонят в 200 на телекастинг или нет, и как жизнь может вот так вот поменяться, на разрезе, значит, все хорошо. Как вообще воспринимал критику судей? На самом деле, я воспринимал критику судей более как профессионально, не именно на личный счет, не как-то этот, а реально профессионально, и почему вот мне дали VIP комнату, когда мы не слышим, что говорят эксперты, когда испытание идет, мы не знаем, что они говорят в комнатах, то есть всегда я так ждал этих эфиров, чтобы узнать, что тебе говорят эксперты во время испытаний, там, или еще что-то. И для меня была загадка, почему я попал в VIP комнату, первый открыл этот, так сказать, храм моды и первенства, то есть, вот, за старания, за то, что эксперты отметили, то, что мне больше всего нужно было вот именно учиться модулингу, то есть я пришел, у меня есть опыт до проекта, мне нужно подкреплять этот, свои знания, и критику я воспринимал именно профессионально. То есть, именно со стороны, не просто, что мне это Алла Костромчев говорит, а мне это говорит Алла Костромчева, модель с мировым именем, вот, все. Именно я это черпал, я это брал, и именно эти плака, то, что, боже, мне сказали, что я жирный, мне сказали, что я нелепый, у меня такое, нет, я просто понимаю, что нужно это исправлять. А там уже получится исправить или нет, главное, что не жаловать, а там уже все зависит от каждого. Ты уже говорил, что у тебя было сложно работать с Костей Боровским. Что? С Костей Боровским было сложно работать, почему? Ну, просто, у Костя ничего личного, все это, но, именно, не дискомфортно, не тяжело, это грубо очень сказано, но, господи, ну как это объяснить? Ну, просто, с Боровским у меня всегда были провальные испытания, в основном, вот, Боровский, когда мне энергетику, вот, рабочую, не давало, а вот, Никитюка, Алла, Сон, о, Сон и моя любовь, о, Боже, вот, вот, ну, мне было, именно, тяжковато, вот, с ним работать, именно, как-то, вот, он, так смотрит, этот, и я такой, ну, Боже, не, я не думал про испытания, думал, Боже мой, а что он думает обо мне? Ну, короче. То есть, не мог расслабиться, да? Да, 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 вот, было какое-то напряжение в Забаровске, ну, так, хороший мужик, нормально, пойдем. Кстати, у нас, не так давно на онлайне, была руководитель проекта, то, модель Паукова, да, 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 надо рассказывать, какая должна быть современная модель, как ты считаешь? Какой должна быть модель нового поколения? Да, на самом деле, да, не зря СИЗО назван модель нового поколения, вот, модель нового поколения, это, если раньше всегда модель, это красивая вешалка с идеальным парадом, параметрами и какой-то стандартной европейской красивой внешностью, а сейчас модель, это уже не важно, какие у человека параметры, какой у него рост, я на самом деле сломал стереотип роста, какой, ну, на какой-то процент я его подломал, вот, и, сейчас, вот, и не самое главное, это параметры, рост, внешность, самое главное, быть персоналити и индивидуальностью, самое главное, как, вот, мне кажется, больше всего у нас в Украине, вот, Алла Костромчева доказала то, что модель должна быть образована, она должна быть начитана, с ней должно быть о чем поговорить, и это модель, которая со своей точки зрения, она не будет слушать ни дизайнера, ни, она будет выполнять свою работу, но у нее будет всегда свое право выбора, голос, и, ну, то есть, как-то так, то есть, я вижу, что модельного поколения, это персона, это персона, это не просто вешалка красивая, это, да, понятное дело, какая-то нестандартная более внешность, какие-то, ну, короче, сломанные стереотипы о стандартной модели и персоналити. До проекта ты заканчиваешь модельную школу, вообще, чем так привлекает модели? Ну, не, меня привлекает. Ну, чем именно? Ну, я понял, да, ну, и нет, это очень сложно сказать, да, это сложно сказать, и всегда, тут нет такого, что я люблю фотографироваться, я люблю ходить по полу, нет, я вот, это вот дело от того, реально, от чего я кайфую, то есть, у меня каждая съемка, если раньше мне, как бы, просто сейчас я уже именно выучил полностью пластику с самого тела, то есть, именно я уже чуть-чуть, как бы, сформировался как модель именно в плане своей работы, и мне уже, я просто вот кайфую просто то, что я фотографируюсь, я кайфую, что я иду в крутом луке от какого-то дизайнера, и на меня смотрят люди, то есть, это сложно, это нужно вот чувствовать, и вот моделинг, это вот, как вот мой вот гимн на моделинге, это не мода делает нас, а мы делаем моду, то есть, и я хочу делать моду. Сейчас много съемок. На самом деле, много предложений, но я сейчас чуть-чуть отстраняюсь от моделинга, вот, я ухожу сейчас более в медиа, но это пока тайна, но это чуть-чуть, я предразвечу, чуть-чуть, так занавес, я ухожу в медиа, во-первых, я сейчас работаю на новом канале, в пресс-службе нового канала, вот, а так, дальше будет, ну, не буду рассказывать, вот, ухожу сейчас чуть-чуть больше в медиа, да, моделинг моделингом, но нужно понимать трезво, да, дальнейшую жизнь. Ну, то есть, я хочу вот именно проект, то, что он мне дал, я хочу вот воспользоваться и навзять то, что он мне дал проект максимум. И моделинг это не максимум. Спасибо большое за ответы и пожелания для читателей, да, поклоняйтесь. Самое главное, будьте с собой, не стесняйтесь, и, на самом деле, жизнь это очень крутая штука, и самое главное, будьте рисковы, рискуйте, ставьте на кон все, что у вас есть, если вы реально этого хотите, стремитесь, и, самое главное, верьте в себя, будьте красивы, любимы, счастливы, все проблемы, это такое, самое главное, вот, испытывайте от каждого какого-то события, минуты, там же, от каждого какого мгновения жизни, именно полноценный кайф, и кайфуйте от своей жизни именно на все сто, вот это самое главное.